Портрет 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 Двойного дна, подтекста, сложного психологического объяснения, но тем они интересны. Когда посреди тихой, умиротворенной, медленной музыки, как, например, в симфонии номер 94, она называется сюрприз, вдруг раздается оглушительный удар всего оркестра, все просыпаются, кто уже чуть-чуть придремал в зале. Ничего больше не произошло, никаких дальнейших бурь не следует. Но это как раз тот самый вариант, который освежает наше восприятие музыки. И за самыми простыми и понятными вещами, так ли уж они просты и так ли уж они понятны, мы сегодня и отправимся вместе с Йозефом Хайденом. Но кроме всего прочего, Йозеф Хайден попал еще и в другие основоположники. Его совершенно серьезно называют отцом классического музыкального авангарда. Как же так? Удивляются знатоки. Идею Хайдена пытаются назвать какими-нибудь более мягкими и корректными словами, например, инструментальный театр. А иногда употребляют выражения совсем уж новые, модные, непривычные. Называют его отцом хэппенинга, перформанса, акции. А смысл его идеи на самом деле очень простой. Музыка не может сводиться просто к правильным движениям тех людей, которые извлекают звуки из инструментов. И эти люди, и больше того, сами инструменты, могут и должны быть актерами в том театре, который Хайден создал. Другое дело, как, зачем и из чего он его создал. История эта известна по крайней мере в десяти разных пересказах, версиях, тонкостях, нюансах. Но чтобы ее понять, достаточно просто кругом посмотреть, что к чему и что где находится в той реальности, которая была у капельмейстера Йозефа Хайдена перед глазами. Вот город Айзенштадт. Это зимняя резиденция князя Эстерхази и, естественно, все его обслуги, всего княжеского двора. Понятно, что у такого человека, как князь Николаус де Прехтиге, Николаус Могущественный, не может не быть дачи. И дача у князя действительно была. Это примерно 50-60 километров вот в ту сторону отсюда. Место называется Фёртёд, и в хорошую погоду довольно часто видно прямо Фёртёд, хотя еще чаще не видно, потому что здесь недалеко озеро Нойсид-Далзея, и оно как бы все это дело окутывает туманом. Фёртёд сейчас на современной европейской карте – это уже территория другого государства, это Венгрия. А тогда, естественно, одна единственная страна, неделимая австро-венгерская монархия. Поскольку климат здесь гораздо теплее, чем, например, в средней полосе России, то с мая по октябрь, как правило, вся княжеская обслуга и, естественно, вся княжеская фамилия находились на даче. Но в тот год, когда случилась эта история, по крайней мере, до начала ноября, а то тогда же и до десяток чисел ноября, по другой версии, не выходило распоряжение, что все должны возвращаться обратно, в зимнюю резиденцию. Единственным человеком, который мог выйти на первое лицо и сказать вот эту фразу, правда, сказать без слов, ваше сиятельство, пора честь знать, оказался капельмейстер Хайден. Он оказался в этой истории крайним, потому что вообще субординация не предусматривала такой возможности ни для кого. Хайден оказался крайним. Причины, по которым они все хотели попасть обратно в Вайзенштадт, есть самые разные. Соскучились по родным. Не выплачивали зарплату, задерживали жалования. Кстати, в Швертёде, в княжеской резиденции нет печек, помещения не отапливаются, холодно. Но факт тот, что для того, чтобы выйти на князя и дать ему понять волю народа, Хайдену пришлось нарушить свои же собственные, им же созданные классические правила сочинения симфоний. Нарушить вот здесь, в этой самой партитуре, которая не горит. Это 45-я его симфония, как выяснилось при посмертном пересчёте, в фа-диес-миноре. Единственная симфония в этой тональности. Больше ни одной фа-диес-минорной симфонии у Хайдена нет. И нарушить как? У симфонии неожиданно вырос хвост. В принципе, полагается, чтобы были четыре части. Как положено, в любой классической симфонии. Вот здесь идёт финал Преста, а за ним идёт ещё один финал. Вот сначала Преста играется себе, играется в быстром темпе, ничем не заканчивается, повисает на доминантовом аккорде. И дальше Ада же он, откуда ни возьмись. Красивая, мелодичная, приятная, хотя уже не совсем понятно, почему. Вроде бы симфония должна была закончиться в этом месте. Но оно играется тоже себе, красиво. И вдруг у двух инструментов посередине музыки двойная тактовая черта. Это значит, что работа закончена, и пора уходить. Забирать с собой инструмент и уходить со сцены. Обычно, если у музыканта нет больше работы до конца музыки, ему выписывают определённое количество пауз, чтобы он их сосчитал и ушёл вместе со всеми. А тут двойная тактовая черта посередине. Вот такая простая вещь. Дальше ещё, после того, как уходят первый Габой и вторая Волторна, уходят дальше Фагот, ещё один Габаист уходит, уходят контрбасист, виолончелист. И в конце концов мы остаёмся в обществе двух скрипок. Они тихо себе доигрывают на два пьяна, то есть очень тихо доигрывают свои последние аккорды. После них Йозеф Хайден, как и положено Капельмейстеру, последним покидая сцену, и всё. Надо ещё сказать, что в распоряжении Йозефа Хайдена находился оркестр далеко не такой численности, как теперешние симфонические армады по сто человек. Там было всего шесть скрипачей, один альтист, один виолончелист, один контрбасист и четыре духовых инструмента. Два Габоя, две Волторны. Всё. После того, как это было сделано, даже нет никакой необходимости что-то усиливать, как теперь это иногда делается в театральных представлениях прощальной симфонии, когда гасят свечки. Даже нет никакой необходимости свечки гасить. Вполне достаточно просто увести вот так вот постепенно оркестр со сцены и последним её покинуть. Больше говорить ничего не надо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эта ситуация, которую мы с вами наблюдаем, является не только началом всех возможных новшеств музыкального авангарда, но и кроме того, первым, единственным и уникальным примером оркестровой забастовки под руководством капельмейстера. Это правда. И из этой истории невозможно выкинуть не только ни одного слова, но главное, ни одной ноты. Потому что Гайден уже всё выкинул, что было лишнего. Субтитры создавал DimaTorzok Никто в точности не знает, какой текст сказал князь Николаус Эстерхазе своему капельмейстеру Хайдену после того, как симфония закончилась, но факт остаётся фактом. На следующий день вышло распоряжение всему княжескому двору перемещаться обратно в Айзенштадт на зимнюю квартиру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В принятой нумерации хайденовских симфоний прощальной предшествует другая симфония, тоже с очень странным названием «Траурная». Дело в том, что Хайден завещал сыграть медленную часть из неё на своих похоронах. Волю эту не выполнили, но название осталось. Уже в 20 веке останки Йозефа Хайдена были перенесены вот сюда, в этот саркофаг, который даже называется Мобзолеем, и находится в Бергкирхе, в церкви на горе в городе Айзенштадте. Но и здесь не всё так просто, ведь эти останки здесь лежат без головы. Потому что история детективная с отдельно украденной головой Йозефа Хайдена вообще предмет особого расследования когда-нибудь, может быть, мы её расследуем. Потому что законов, которые бы охраняли память покойного от такого рода вандализма, в Австро-Венгрии не было. И, в принципе, любой человек мог спокойно прийти, украсть в кладбище чью-то голову, взять потом череп великого человека и сколько угодно его изучать. Но есть ещё одна непростая история. Вот что держит в своей руке этот ангелочек? А, между прочим, здесь нотами записаны гимны сразу двух разных империй. Другое дело, что, конечно, Йозеф Хайден понятия не имел о том, что много лет тому вперёд его музыку станут распевать на слова Deutschland, Deutschland über alles, Германия превыше всего. Но, слава богу, фашистский гимн, гимн Третьего Райха, уже благополучно запрещен. А музыка-то осталась. Она совсем для другого была сделана. В оригинале как было? Перед пенсионером, Хайденом, который жил себе тихо спокойно в Вене, на очень хорошую княжескую пенсию в тысячу гульденов в год, поставили в высоких сферах задачу «А сочини-ка ты что-нибудь такое народное, главное народное, они же знали, как он хорошо это умеет, про нашего дорогого кайзера». Не вопрос. Итог. Год эхальте унзан кайзар. Официальный государственный гимн Австро-Венгрии, под который все граждане этой тоже ныне благополучно развалившейся империи обязаны были вставать. Но музыка Хайдена все равно слишком крепко была сделана, чтобы вместе с Австро-Венгрией кануть в историю. Она осталась медленной частью, темой для вариаций, одного из его струнных квартетов. Опус 76-й. Кайзер-квартет. Кайзер-квартет. КОНЕЦ 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 Во всех странах, где существуют похожие гимны, верноподданные, существует и традиция разучивания этих гимнов. Так вот, по вариациям Йозефа Хайдена на собственную тему, этот гимн как раз очень удобно, даже оптимально разучивается. КОНЕЦ Вот такая милая, приятная, спокойная музыка. Интересно, может ли она или ее автор, например, Йозеф Хайден, могут ли они испортить человеку жизнь? Или, хуже того, сломать человеку жизнь? Вопрос, казалось бы, риторический, но существует легенда, ее рассказывают уже не одно десятилетие на московском радио, а раз существует легенда в разных версиях, естественно, как и положено для легенды, это естественно с открытым финалом, значит есть и некоторые реальные события, в которых она коренится. События такие. 47-й или 48-й год 20-го века. Война с фашистской Германией уже закончилась, борьба с безродным космополитизмом за все исконно русское в Советском Союзе только начинается. В эфир московского радио выходит радиопередача, музыкальная программа, где, как и положено, со всеми объявлениями исполняется струнный квартет Йозефа Хайдена из оп. 76 до мажора и так далее. Кайзер-квартет. Правда, этого там не говорили. Дальше начинаются следующие события. Редактор, который составлял эту музыкальную программу, вдруг обнаруживает, что в его жизни начались, причем как-то сразу, непонятно с чего бы, крупные неприятности. Этого человека стали вызывать на все возможные ковры, совещания, предсветлые очи, прорабатывать, песочить, устраивать ему, так сказать, настоящие, хорошие впрыскивания и внушения. Причем говорили ему там так. Вы что вообще себе думаете? Вы что себе позволяете? Мы страна, победившая фашизм. Вы ставите в эфир гимн фашистской Германии. Кто вам позволил? Кто вам дал право? И так далее. Причем редактор-то был музыкант по профессии. Он даже не задумывался о том, что эта музыка, вариацией на заданную тему, тему действительно очень известную, является гимном фашистской Германии, «Deutschland, Deutschland über alles». Он просто знал, что эта тема из струнного квартета «Хайдн» и все. Причем что стало с этим человеком в конце концов? Уволили его, не уволили. Оправдался он, не оправдался. Избежал инфаркта, не избежал. Неизвестно. Финал открытый. Финал вообще бывает стопроцентно предсказуемый и стопроцентно счастливый, с гарантией счастливого исхода, только в произведениях венской классической школы. Что является очень важной чертой и этой школы, и очень важной черточкой характера ее основателя, Йозефа Хайдна. Про характер Хайдна можно сказать одним очень странным определением, которое, тем не менее, здорово прижилось именно в 20 веке. Его называют физиологическим оптимистом. Не только натура, но и сам организм Хайдна, видимо, были так устроены, что ему всегда было страшно интересно и весело жить. Он по-другому себе просто этот процесс не представлял. По его сочинениям, кроме прочего, можно составить очень неплохой музыкальный зоопарк. Есть квартет, который называется «Лягушка», а то, что звучит сейчас, это квартет «Жаворонок». Соло первой скрипки, вступающий высоко-высоко над остальными инструментами, как «Жаворонок в небе» в абсолютно безоблачный весенний день, не могло не зацепиться за уши современников и потомков. Впрочем, даже со смертью. У Йозефа Хайдна отношения складывались всегда забавно. Он был явно из тех людей, которые на вопрос «Как вы себя чувствуете?» отвечают «Не дождетесь». Но, впрочем, он-то, конечно, формулировал это проще. Он вообще всегда любил все формулировать очень просто, коротко и ясно. Он говорил, что там, где Хайдн, ничего плохого произойти не может. Но вот ситуация. 1805 год. Хайдну 73-74 года примерно. Он живет себе тихо в Вене. Вдруг в Париже известие. На 97-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, как циковский некролог, скончался выдающийся композитор Йозеф Хайдн. Отгрохали большую серьезную панихиду. И, более того, композитор Луиджи Керубини так впечатлился и проникся, что даже сочинил в память о Хайдне, мастере, учителе, рекви. Через несколько дней в Париж приходит письмо. «Дорогие господа, вы себе даже не представляете, как я вам обязан за эту небывалую честь. Я бы знал заранее, так я бы сам лично приехал продирижировать этой великолепной мессой Йозеф Хайдн». Керубини, конечно, страшно сконфузился, но удивительно, что Хайдн-то на него совершенно не обиделся. И через год, как ни в чем не бывало, подарил ему даже оригинальную портитуру своей миде-моль-мажорной симфонии. Ну, при посмертном пересчете она 103-й оказалась. «Стрэмула Литавра» она называется. И посвящение написал. «Дорогому Луиджи Керубини, буквально от покойника Хайдна». Жалко, конечно, со стариком расставаться. Тем более здесь, вот на этой площадке, где он часто играл на органе, в Бергкирхе, церкви на горе города Айзенштадта. Но на самом деле мы ведь с ним не расстаемся. Потому что всякий раз, когда простые и нормальные радости, живые человеческие чувства встречают ненапряженное естественное человеческое понимание в музыке, в портитурах, которые не горят, это и есть рука Хайдна. Он научил музыку и нас с вами радоваться малому. Но когда мы уже входим во вкус, уже научаемся этому радоваться, то выясняется, что оно никакое не малое, а бесконечно большое, может быть даже великое. До встречи!